Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». В компании «АвтоСтронг» много двигателей, много кузовных запчастей, быстрые, точные и вежливые водители, а также профессиональные менеджеры. У нас прекрасная новость. 7 марта в Смолевическом районе пройдет ежегодное республиканское соревнование «Женская внедорожная гонка», в которой примут 27 женских экипажей. Компания «АвтоСтронг» выступает генеральным партнером. Лучшего повода поздравить прекрасную половину человечества с 8 марта просто быть не может. Так что ждем всех 7 марта на этих соревнованиях. Все ссылочки и информации в описании. Сегодня у нас на разборке жгучий итальянский моторчик 1.4 в атмосферном варианте. Встречаем! Двигатель Fiat объемом 1.4 принадлежит к очень старому семейству FIRE. В данном случае FIRE это не «огонь» в переводе с английского, а аббревиатура «Fully Integrated Robotized Engine». Полностью интегрированный роботизированный двигатель. Данная притянутая за уши аббревиатура появилась в 1980-х годах, когда Fiat начал использовать на своих конвейерах роботизированную сборку. То есть, другими словами, данные двигатели создавались под максимально автоматизированное производство. Поэтому в производстве они были дешевле. Данные двигатели прошли практически все этапы эволюции. Сначала карбюратор, затем получили моно впрыск, затем распределенный впрыск, получили турбину и головки с фирменным приводом клапанов Multi-Air. К семейству FIRE относятся рядные бензиновые четверки объемом от 0.8 до 1.4. С 2000 года в производстве остались двигатели объемом 1.2 и 1.4. Двигатель 1.4 появился в 2003 году. Его можно встретить на таких автомобилях как Fiat Grande Punto, Stilo, Bravo 2, Panda, Alfa Romeo, Mito, Lancia, Ypsilon и Musso, а также на Opel Combo. Прямо сейчас мы разберем двигатель, снятый с Fiat Punto 2007 года. В атмосферном 16-клапанном варианте данный двигатель развивает от 75 до 105 сил, а в турбированном от 120 до 190. Двигатель очень прост и незатейлив. У него чугунный блок. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который приводит зубчатое колесо, которое установлено на выпускном распредвале, а впускной распредвал приводится зубчатой передачей. Двигатель очень прост, но тем не менее он умеет создавать проблемы своим владельцам. Самая распространенная проблема – это жор масла. Нельзя сказать, что все экземпляры данного мотора едят масло, но многие жирают по литру на тысячу километров. Это вынуждает владельцев тратиться как минимум на раскоксовку, а также на замену поршневых колец. Впрочем, не только цилиндропоршневая группа подъедает масло, но также встречаются течи по прокладке клапанной крышки. Из-за этого грязный мотор, а также масло капает на коробку переключения передач. Данная проблема встречается не только на возрастных моторах, но и на относительно свежих. Двигатель 1.4 может не заводиться по ряду причин. Например, потеря контакта на массе. В комплектации с роботизированной коробкой передач контакт массы находится на самой коробке, и он сделан очень неудачно в натяг. Если провод обрывается, то мотор не заводится. Бывает, что выходит из строя бензонасос. В редких случаях на бензонасос подается недостаточное напряжение около 10 вольт. В таком случае двигатель бодро заводится, но глохнет сразу после начала движения. Также при проблеме с бензонасосом двигатель может заглохнуть при высоких нагрузках. Бывает, что двигатель 1.4 вяло крутит при утреннем запуске. При этом аккумулятор заряжен. Естественно, подозрения падают на стартер и обнаруживается разрушение переднего опорного подшипника вала стартера. Вал перекашивает и стартер крутит с трудом. Говорят, ему подарили Теслу, и он поставил в нее дизельный мотор. Итак, встречаем, Павел, и мы начинаем нашу разборочку. Сама по себе дроссельная заслонка никаких нареканий не вызывает, но становится жертвой попадания масляных паров во впускной коллектор. Бывает, что из-за масла во впускном коллекторе заслонка буквально чернеет по ее уплотнениям из-за проступающего масла и подкапотной грязи. Если заслонка подклинивает, обороты начинают плавать, появляется временная потеря тяги при нагрузках, а также замедленные отклики на педали акселератора как при нажатии, так и при отпускании. Форсунки двигателя 1.4 обычно служат без проблем, но замечено, при увеличении расхода топлива на 1 или 2 литра виноваты именно форсунки из-за того, что они не распыляют топливо, а льют его перед впускными клапанами. Если двигатель с утра заводится не сразу и его надо покрутить, то причиной этому могут быть форсунки, которые спускают давление с топливной рампы. Насосу надо время, чтобы накачать это давление. Кстати, в этом случае мотор может запускаться хорошо, если выдержать зажигание, а затем заводить двигатель. Вот это впускной коллектор. Чем он примечателен? Здесь два датчика абсолютного давления. Один меряет атмосферное давление, а второй меряет давление во впускном коллекторе. Вот этот датчик из-за загрязнения масляными парами может стать причиной хренового запуска мотора. Но вылечить его просто почистить спецсредствами. А сейчас обратим внимание на любопытную систему, которая перекрывает половину впускных каналов. То есть, когда двигателю надо максимальное завихрение воздуха, каналы закрыты. Когда двигателю надо дышать полной грудью, каналы открыты. Система достаточно надежная. Благодаря вот такому скольжению она самоочищается, а благодаря мощной возвратной пружине она не заклинивает. Катушки зажигания на двигателе 1.4 ходят долго. Но если двигатель начал троить и даже двоить, то есть работать с пропусками зажигания, то виной являются катушки. Бывает при замене катушки видно, что вся пластиковая изоляция и даже разъемы катушек рассохлись и начали крошиться. Мы разбираем позднюю версию двигателя 1.4. Здесь есть интересное решение. Фазовращатель установлен на выпускном распредвале. Управляющий соленоид находится на клапанной крышке. Чтобы вы понимали, каналы масляные проходят сквозь клапанную крышку. Это решение обходное, чтобы вписать двигатель в экологические нормы. Почти такие фазовращатели установлены на двигателях Opel Z16 и Z18. Производитель Inno. Вся эта система очень привередлива к качеству масла. Если золотник управляющего клапана подклинивает, то тогда полости фазовращателя не до конца наполняются маслом. И фазовращатель начинает тарахтеть. Вот соленоид, вот его золотник. Если подвижность золотника нарушается, то фазовращатель начинает дико ляпать и, естественно, изнашиваться механически. Еще одна неприятность двигателя 1.4 – это выработка на шейке фазовращателя. Здесь она очень хорошо видна. То есть это тонкая бороздка, пропиленная резиновым сальником распредвала. Рано или поздно она даст течь масла, и тогда фазовращатель надо менять. Вот эта клапанная крышка с разбираемого мотора. Она еще является постелью распредвалов. В таком вот собранном состоянии ее зашибись, как удобно роботам крепить на ГБЦ. Закинул и прикрутил. А теперь пора рассказать о том, откуда во впускном тракте берется масло. По сути здесь нет маслоотделителя и газы из под клапанной крышки вместе с парами масла попадают во впускной коллектор. Естественно, это приводит к масложору, а также загрязнению дроссельной заслонки. Вот именно по этому каналу высасываются картерные газы и высасываются масляные пары. Некоторые владельцы принимают меры для улучшения отсева картерных газов, то есть добавляют в трубку, пластину либо сетку. Собственно, здесь находятся два распредвала и гидрокомпенсаторы. Ну а по состоянию вы все видите сами. По ходу в этот двигатель вместо масла заливали герметик. О, 27 женских экипажей, это круто! Ну что, Паша, снимем эту голову? Нет, я сниму один. Ты что, забыл, что я сильный и независимый? ГБЦ у нас в нормальном состоянии. Масляный нагар минимален, не блестит свежим маслом и не отваливается хлопьями. Блок этого двигателя чугунный, открытая рубашка охлаждения. По состоянию цилиндров хон здесь очень даже живой, но есть минимальные потертости. И нагар небольшой на донышках поршней. От всего увиденного и разобранного мы делаем вывод, что данный мотор ел 300 грамм масла на 1000 километров. Это наша экспертная оценка. Примерно вот так, только в обратном порядке. Роботы собирают постель коленвала этого двигателя. Вот она наша постелька распредвалов. Состояние коренных вкладышей практически образцовое. Что атмосферные, что турбированные двигатели известны своим масляным аппетитом. Но производитель себя хитро подстраховал, сказав, что 400 грамм на 1000 километров – это нормальный расход. Ну, естественно, это расход ненормальный. Расход масла зависит не только от качества масла и частоты его замены, но и от стиля езды. Если вы будете крутить автомобиль постоянно двигатель до 4000 оборотов, то расход масла на угар, естественно, возрастет. Если расход масла становится непозволительно большим, а бывает, что расход увеличивается с литра на 10000 километров до 500 грамм на 1000, тогда надо разбирать мотор и дефектовать его. В лучшем случае обнаружатся залегшие поршневые кольца, а в худшем – задиры в цилиндрах, отсутствие хона и разбитые канавки поршневых колец. Отметим, что во многих случаях помогает раскоксовка двигателя специальными средствами, ведь виновниками расхода масла на угар являются неудачные поршневые кольца. На расход масла на угар указывает синий дым при утренних запусках, а также при перегазовках. По состоянию поршней маслосъемное кольцо намертво забито сажей и присутствует, похоже, проблема разбитых канавок компрессионных колец. Графитовое напыление потерто, но без откровенных задиров. Ну, а по состоянию вкладышей они здоровенькие. Что удивительно, но коленвал сохранился в хорошем состоянии без задиров и откровенных царапин. Для особо любопытных отметим, что в блоке нет маслофорсунок. Разборка закончена и сегодня мы разобрали конструктивно удачный двигатель, который огорчает некоторых своих владельцев лютым масложором. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео. Ждем всех седьмого числа на женском внедорожном соревновании. Кстати, мы там будем. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».